На сегодняшний день в Центральном районном суде города Тулы рассматривается вопрос об усыновлении Матвея. В суд обратились с заявлением об усыновлении Матвея две жительницы Москвы, которые изъявляют желание усыновить мальчика. В связи с тем, что подано заявление двух граждан, судом принято решение о совместном рассмотрении заявлений граждан. Судебное заседание является закрытым, в связи с чем, а также с последующим усыновлением мальчика и необходимостью соблюдения тайного усыновления, разглашение каких-либо персональных данных усыновителей без на той их воли изъявления в настоящий момент невозможно. В настоящее время Матвей продолжает проходить курс лечения в городской клинической больнице номер 9 имени Спиранского в Москве. Если говорить о сроках выписки ребенка, то в настоящее время эти вопросы решаются консилиумом врачей. За состоянием здоровья ребенка и присутствуют, сопровождают мальчика представители Тульского областного дома ребенка. В настоящий момент опекуном, законным представителем мальчика, пока не будет вынесено решение судом об усыновлении несовершеннолетнего, является администрация Тульского областного дома ребенка. Никаких препятствий в вопросе, в том процедурном моменте, которые должны были совлезти с органом опеки и попечительства, ни одной москвички не оказывалось. Естественно, обеими москвичками предоставлен необходимый пакет документов, подготовлено заключение и со стороны органов опеки и попечительства обе поставлены на учет как кандидаты в усыновители Матвея. Но решение об усыновлении, я уже повторюсь, будет вынесено судом. А какой-то конкуренции соревновательности здесь речи быть не может, потому что речь идет о судьбе ребенка. Если мальчик будет усыновлен, он будет проживать в городе Москве и контроль за проживанием ребенка в семье, в том числе и в семье усыновителей, будет осуществлять орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя. То есть это органы опеки и попечительства города Москвы. И можно будет направлять запросы в орган опеки и попечительства города Москвы и получать ответы, те, которые они могут предоставить в соответствии с тайной усыновления о состоянии здоровья ребенка и о тех условиях, в которых он воспитывается. То есть контроль за проживанием и воспитанием и лечением Москвея, Матвея в семье усыновителей будет осуществляться органом опеки и попечительства в течение трех последующих лет.